Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире проект «Культурная линия». И на связи со студией Радио Болтком на прямой линии с нами российский режиссер Вера Сторожева. Здравствуйте, Вера Михайловна. Здравствуйте, очень приятно. Веду эфир я, Ольга Авдевич, со мной в студии моя коллега Наталья Захарья. Здравствуйте. Здравствуйте. Участвуют в этом эфире вместе с нами наши коллеги-журналисты из медиаклуба «Формат А3». Мы анонсировали встречу с нашей гостью заранее и получили вопросы от журналистов. Попытаемся сегодня успеть задать максимально много этих вопросов и получить ответы. Итак, Вера Сторожева – режиссер таких известных фильмов и любимых телезрителями, как «Небо, самолет, девушка», «Француз», «Мой парень, ангел», «Москва, я люблю тебя», «Путешествия с домашними животными», сериал «Шифр» и многие другие. И повод для нашей встречи – новый фильм-премьера. В середине декабря на фестивале «Сталкер» состоялся показ нового фильма «Вера Сторожева» «Мария. Спасти Москву». Поводом для создания этого фильма стал 80-летний юбилей битвы под Москвой. Как раз вот в это время происходило это историческое событие. И сообщается, что в основе фильма лежит легенда о тайной встрече Матроны Московской со Сталиным, когда она посоветовала на самолете облететь вокруг Москвы с чудотворной иконой. Вот такой сюжет. Расскажите, Вера Михайловна, пожалуйста, нам, как возникла идея фильма? Автор сценария Елена Райская. Я позвонила ей и спросила, нет ли у нее сценария, поскольку я уже снимала «Шифр» и снимала уже в течение двух лет сериал. И мне, ну это такой телевизионный фильм, и мне захотелось снять кино. У меня была такая пауза. И Лена предложила сценарий, который она уже написала довольно давно, о девушке Марии, на самом деле легенда о встрече Сталина и Матроны Московской. Это как некие предлагаемые обстоятельства, некий фон. А вся история как раз о девушке Марии, которую и отправляют за этой иконой в тыл врага. И все, что с ней происходит. Такое, я это называю все-таки road movie, оно такое стремительное, энергичное. Даже кто-то написал, что это такая история в стиле Тарантино. Не знаю, я так не думаю, мы так не делали, но это история на самом деле. Во-первых, у нас справедливости ради, у нас нет Матроны, как Матроны, а есть Старица, некий, наверное, собирательный образ. И вся история, то есть это не основополагающее то, о чем по ролику многие, как у вас в релизе было написано, что очень много было и противников, и до сих пор людей, которые просто против того, чтобы эта встреча была. На самом деле, это игровое кино, художественно, и мы предполагаем, что наш главнокомандующий Верховный был в таком состоянии, что он мог обратиться к Старице, потому что все были в растерянности, выезжала вся Москва, бежала вся Москва. Известный в октябре с 15 по 17 день паники, 17 октября, когда прошел слух, что Москву сдают, и была ужасная паника. Люди бежали, выезжали. И по воспоминаниям одного из позже руководителей нашего государства, по-моему, Подгорного или Косыгина, что он в министерстве, он работал в министерстве в войну, что на тот момент все из министерства бежали. И он был один, остался, и он бегал по кабинетам и отвечал на все телефонные звонки для того, чтобы поняли, что министерство не сбежало. Поэтому это была очень непростая ситуация. Я думаю, что это были самые трагические дни для нашей страны в 20 веке. Ну, вообще, считается, битва под Москвой – это поворотный момент не только в истории войны, а вообще в мировой истории. Потому что если бы исход этой битвы был бы другой, история мира изменилась бы. Абсолютно с вами согласна. И вот именно все спекуляции по поводу того, что наша святая Матруна-старица не могла, одни говорят, не могла встречаться с кровопийцем Сталином, другие говорят, что ах, что же это, а где же героизм людей, и что только икона защитила и так далее. Разные есть мнения. Все, повторюсь, это не глядя люди, только по трейлеру делали выводы. И действительно, я согласна с вами, что мир был бы другим. Извините, немножко простужно. Потому что уже были напечатаны пригласительные билеты. То есть в гитлеровской администрации были уже напечатаны билеты-приглашения на грандиозный фейерверк на Красной площади. Было проставлено время, 19 часов даты не было. Были сшиты формы, да, были сшиты формы уже для военнослужащих, для парада на Красной площади, для фашистских армии. Но суть в том, что действительно, и там, если вы знаете эту историю, то там был такой момент, когда просто почти сутки был открыт проход на Москву. И немцы не вошли. И как бы непонятно, это все документально, все зафиксировано. И непонятно, почему они не вошли. То ли там, то ли это чудо, то ли... Вы знаете, всякое чудо, оно всегда, на самом деле, как-то объясняется. То ли у них разведка не донесла, то ли они были тоже в растерянности и так далее, и так далее. Но это факт, остается фактом, что в эти дни Москва была открыта какое-то время, и фашисты не вошли в нее. Напомним, что у нас есть номер для WhatsApp и SMS 2306191. Мы принимаем ваши вопросы онлайн. И какие вот факты из истории битвы под Москвой для вас оказались какими-то новыми? Лично вас вот потрясли в ходе изучения материала? Ну вот то, о чем я вам рассказала, я не знала. Хотя даже после войны, там, несколько десятилетий, все помнили и называли «День паники», что это был такой. Потом мы уже, вот я, например, уже, когда училась в школе, и я не слышала об этом. И вся история, когда мы начали изучать историю обороны Москвы, то вот как раз там было очень много интересных моментов, совершенно захватывающих, героических, самоотверженных. Москвичи шли совершенно, ну, вы знаете, да, что не умели, не держали никогда в руках оружие, и актеры, и музыканты. И все шли, чтобы хотя бы там на час, на два задержать врага, пока какие-то регулярные войска подойдут. Вера Михайловна, а каким историческим материалом вы пользовались? Воспоминания, воспоминания ополченцев, много я читала. Воспоминания ополченцев, когда уже перед тем, как выпал снег, и осенью такая была неразбериха, что, например, один из ополченцев пишет, что их записали в велосипедный полк, и уже выпал снег, а они были на велосипедах. Ну, такие, как бы, такие абсурдные ситуации. Но, и, конечно, вот эта суета, и вот этот ужас, когда по Москве сжгли документы, гнали скот. Есть хроника, когда скот гонит стадо скота мимо Большого театра. Мы смотрели много хроники, в том числе такие были кадры. Потому что из Подмосковья весь скот сгоняли в Москву, чтобы он врагу не достался. В то же время ехали эмки, загруженные вещами, жгли документы, листы, бумаги, пепел летел по Москве. И, в общем, было очень страшно. А вот в одной из рецензий отмечается, что очень удачное в вашем фильме погружение в военное время с массой убедительных каких-то новых деталей. Как будто режиссер сходила в Музей обороны Москвы и внимательно изучила 41-й год по фотографиям Бориса Вдовенко. Как вы работали над воссозданием эпохи и деталей? Ну, я работаю постоянно с художником Филенко Сергеем уже почти 20 лет. И он очень тщательный, большой художник, художник кино и вообще художник. И мы, конечно, все изучали, обсуждали, вносили это все. Но это входит в профессию. И я не была в Музее Москвы, но на тот момент в подготовке. Но мы готовились очень тщательно. Фильм выходит на экраны, на большой экран, он выходит в середине января, правильно? В конце января, 27 января, да. Был релиз сначала назначен на начало декабря, но поскольку в связи с пандемией были какие-то релизы перенесены, и это хорошо, потому что это такое не новогоднее кино. И хочется после всей новогодней гонки. Я думаю, что интерес к фильму будет большой. И мы надеемся, что его увидят как можно больше зрителей. Вот вопрос от газеты «Суббота». Война у каждого человека вашего поколения – это память семейная. Как тема войны переплетается с вашей семейной историей? Ну, мои родители в силу возраста не воевали. Моя мама была в 14 лет, ее забрали, мобилизовали 14-летних девочек из деревни, из-под Казани. И она всю юность свою, всю войну, она с 14 лет, она работала в Казани на авиазаводе. И там получила квалификацию и прочее, прочее. И вот таким образом, но само по себе, я с 10 лет, больше, наверное, чем мои родители, увлекалась войной. Ну, и знала о ней. У нас был в школе в городе Ставрополь один из лучших в стране музеев боевой славы. Мы много ездили в Ленинград и в Москву, встречались с Моресьевым, встречались тогда, уже никто не помнит, такая была знаменитая испанка Долореса Барури. И на самом деле, вот все мое детство прошло в беседах с ветеранами. Мы гонялись за их медалями, мы все это помещали в музей. И вот на самом деле это да. Но я не делала никогда о войне, это первый фильм о войне. У меня в шифре с 56-й год, там есть ретро такие вставки. Но вот военный фильм, невзирая на мое любопытство в детстве к этому вопросу, это первая история военная. А сегодня разных фильмов о войне снимается на самом деле немало, и даже много, и в том числе с пересмотрами какими-то итогов этой войны, к сожалению. Вот с какими чувствами и мыслями именно вы подходили к съемкам этой картины и непосредственно к теме Великой Отечественной войны? Что вы вкладывали в свою картину, что вам хотелось вложить прежде всего? Ну, прежде всего мы понимали, что мы не хотим делать глянцевую историю, потому что не секрет, что многие фильмы о войне, они, знаете, похожи немножко на комиксы уже. Мы все-таки делали кино настоящее, о настоящих чувствах, о настоящих страшных переживаниях. Это довольно пацифистский фильм, невзирая на то, что он и антивоенный, я бы сказала, потому что он довольно жестокий и нелицеприятный. И нет там никакого восхваления Сталину, нет никакого восхваления НКВД и так далее. Там есть абсолютно жесткая история, и мы ее рассказываем по-настоящему. Вот газета «Латвийские вести», что в фильмах о войне во второй половине XX века и вот в начале XXI не только не показывают, но даже не упоминают Сталина, хотя солдаты шли в бой с его именем. Как вы решились на фильм, где Сталин – действующее лицо, и как это восприняли первые зрители? Ну, вы знаете, зрители фильма восприняли это нормально. Я не говорю о зрителях трейлера, которых там уже сотни тысяч. А зрители фильма, тот небольшой, в силу сейчас 50-процентной рассадки, довольно небольшой был зал, но отлично, потому что это история не о Сталине, а это история о девушке, которая, однажды передав родителей, она проходит все круги ада с потерями, с обретением и так далее. И на самом деле Сталин – это как, наверное, как предлагаемое обстоятельство, а не такое неглавное действующее лицо. И потом, понимаете, странно, что получается, что если Сталин, то мы сталинисты. Нет, совершенно как бы, нет ничего подобного, тем более, что моя семья пострадала в свое время. У меня уральские казаки, мои дедушка, прадедушка, прабабушка, бабушка, с Урала, их выгнали, высели, депортировали в Казахстан. И моя прабабушка вместе с малолетними детьми, бабушка уже была взрослая, она была зарублена по дороге, ограблена, убита. И мой папа уже родился в Казахстане, потом они вернулись на Урал, и я родилась на Урале. И поэтому сказать, что какие-то восхваления, оды мы не поем, но это историческое лицо, человек, который руководил нашим государством, человек, за которого он мог там быть талантливым полководцем, неталантливым и так далее, но при котором состоялась великая победа. И это не значит, что мы сталинисты, но это факт истории. Вера Михайловна, вы упомянули уже о том, что Блаженная Старица Матрона Московская была прототипом героини вашего фильма. У вас просто старица. И у нас вопрос от группы православная Рига на Facebook. Вот героиня вашего фильма, прототипом которой стала Матрона Московская, есть ли у вас личная история, связанная все-таки с этой святой именно? Приходили ли вы поклониться ее святым мощам перед тем, как приступить к съемкам фильма? Ну, во-первых, у меня личная история в том, что когда еще мощи были не обретены, Матроны Московской, а она покоилась на кладбище, то я еще, будучи совсем молодой и с маленькой дочерью, мы ходили туда с подругами и нам рассказывали там как раз, кто это, что это и так далее. И как-то было такое народное поклонение еще до канонизации, до прославления ее. И было много чудес. И сейчас, когда ее мощи покоятся вот в Покровском монастыре, ну, конечно, мы обращались и внутренне. Ну, это такие все-таки интимные моменты, но мы не хотели, чтобы какая-то просочилась неправда в этом смысле. Поэтому мы старались больше, ну, старались, сделали и думали об этом, конечно. А вот еще один вопрос от этой же группы. Обращались ли вы перед съемками за консультациями к священнослужителям? И я от себя добавлю еще такой вопрос. Вы все-таки склоняетесь к какой версии? Был этот факт облета Москвы с казанской иконой Божьей Матери как раз накануне битвы или нет? Вы знаете, я склоняюсь, что такой факт был. Я склоняюсь к этому. Но на самом деле здесь довольно, я повторюсь, что это довольно узкое рассмотрение, на самом деле, истории. Действительно, этот факт, он очень спорный, и историки разделяются, и этот факт вымаран из жития Матрона Московска, как встреча со Сталиным. Но я считаю, что как режиссер, что это могло быть. И у меня есть свидетели и по одной, и по другую сторону. И вот мне написал один священник, который общался с келейницей, с хозяйкой последней квартиры, где Матрона Московская жила. И она, и даже отпевала ее потом, и присутствовал на похоронах. Он еще, по-моему, не был священник, присутствовал. И он говорит, что она, я показала ему кино, и он сказал, что она настаивает на том, и она была автором жития первого Матроны. Она говорит, что такой факт был. Поэтому, знаете, это, ну, дело не в этом. Дело в том, что, главное, что, понимаете, есть вопрос духа народа. И дух народа был, дух побеждает, на самом деле, народа. Его сплоченность, его самоотверженность. И какие бы войска не были прекрасные у фашистов, и они заняли почти всю Европу, захватили цивилизованную, но дух нашего народа, который подкреплен был, всегда религиозный дух православный, невзирая на то, что там уже были десятилетия безбожия, но все говорят, это факт абсолютный, что перед атаками все солдаты молились, многие про себя явно, и это было, понимаете. И дух религиозный, дух патриотизма, это он действительно победил. А была ли встреча, не была ли, облет и так далее. Все-таки наш дух нашего народа, это вместе с нашим безгероизмом совершенно беспрецедентным, который не укладывается в голове цивилизованных, так сказать, стран, что какие-то были такие совершенно потрясающие героические поступки отдельных людей и так далее. Это все связывается и все становится непобедимым. Я считаю, что это главное. Спасибо. Журналист Наталья Лебедева. Вы приезжали в Ригу на дни русской культуры до пандемии, это было с фильмом «Девять дней и одно утро». Представляя картину, вы сказали, что это очень русское кино. Что вы вкладываете в понятие «русское кино»? Это история «Девять дней и одно утро», это история про двух разлученных сестер. Одна сестра младшая оставалась в провинциальном городе, а старшую сестру, родители лишенные прав, ее усыновили, увезли во Францию. И вот эти сестры встречаются, и некое не то, что мы хорошие, а они плохие, а это просто разный, разный абсолютный менталитет. И в этом смысле, во-первых, это русская провинция необыкновенная. Мы снимали тоже в Ростове-Великом. Потрясающий город. Совершенно уникальный город Ростов-Великий. Он старше Москвы. И огромное количество храмов, монастырей. Совершенно невероятные люди, образованные, прекрасные. И в этом смысле, да, это такой очень русский фильм. И вот вы сказали, что в фильме вы как бы сравниваете Россию и Европу, менталитет, характеры. А вот в чем для вас основные отличия? Отличия? Ну, вы знаете, я сравниваю, но не знаю, что там есть отличия. Я, опять же, повторюсь, не потому, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Разные по, наверное, мироощущению, восприятию. Переехала сестра, которая там модель во Франции. Она такая более, наверное, ну, так сказать, внешне более благополучная. А по сути совершенно несчастный человек, который там хотела жизнь покончить самоубийством, которая без родителей, совершенно формальные какие-то отношения и так далее. Но вот такая... Мне кажется, сироты, они везде сироты. Они везде какие-то недолюбленные и так далее. И я не делала какого-то такого антитеза большой. Не могу сказать, что какие-то были. Они просто разные. А вот в фильме «Француз» это был такой как совместный проект, и у вас главную роль играл французский актёр, да? И как проходило его погружение в российскую действительность? И какие вот стереотипы вообще давлеют над западным человеком? К сожалению, да, Тьерри Монфрей, к сожалению, он уже скончался. И у него был такой вот, по-моему, спинальный синдром. И он создал даже фонд и помогал людям. И, в общем, такой очень европейский. На самом деле, он приехал действительно первый раз впервые, в принципе, в Восточную Европу. Никогда там не был. И ему было всё интересно. И мы сначала с ним... Это не совместное производство. Это наше было производство. Мы просто пригласили двух французских актёров и снимали в Париже частично. И мы отснились в Париже. И там был ещё один актёр, который играл его, коммергинера. И мы спросили, ну что, едете в Москву, наверное, боитесь русских медведей на площади, на Красном. Он так сильно говорит, нет, медведей я не боюсь. Я боюсь шальных пуль. И поэтому у них представление, конечно, такое своеобразное было. Но они были потрясены. Хотя Москва начала двухтысячных, она не такая прекрасная, как сейчас. Но на самом деле они были... Ну, конечно, там Большой театр, там Новодевичий монастырь. Такую программу сделали. И они были поражены. Тьери научился пить русскую водку. Даже когда-то запил и почти не сорвал нам смену. Но они очень хорошие. Я люблю очень иностранных актёров. Они такие внимательные. Они для меня, как для режиссёра, это просто такие... Они всё записывают. Они понимают. Они вдумчивые. Но они замечательные у них. Даже если средний артист, он всегда такой... Никогда не монкирует своими обязанностями. Он очень... Я их очень люблю. Я... Был у меня опыт неоднократный. И они действительно замечательные. Вера Михайловна, вы снимали документальный цикл «Мне снится русский снег». О людях, которые приезжают в Россию, влюбляются в неё. Нет, получают образование. Там был принцип в чём? Не влюбляются в неё. Сначала они получают там образование и, наверное, по ходу влюбляются. Это о людях, которые заняли в своих странах некий президент, например, Гаяны был, президент Мали и так далее. И было четыре таких персонажа, которые занимают... Ну, вот два президента. Ну, разные какие-то были у них позиции. Из них вот два действительно президента, и они говорят по-русски, и они очень любят Россию и Советский Союз тогда. Да, они учили ещё в Советском Союзе. И, конечно, у них очень тёплые воспоминания. И они как-то и привнесли в свои страны вот эту любовь. Действительно. Ну, потом не секрет, что мы очень помогали Африке и так далее. И, конечно, там плачут, что мы ушли оттуда. Ну, это было тоже начало двухтысячных, я делала такой цикл для канала «Россия». А как они определяли для себя, вот в чём притягательность России прежде всего? Ну, это же, знаете, это вещи эмоциональные. Ну, во-первых, к ним отношение было прекрасное. Понимаете? Не было никаких националистических вещей ещё. Ну, может быть, они были какие-то там, но они, наверное, не явно, но они не страдали. Они, вот эта теплота людей по отношению к ним. Ну, замечательное образование. Один из них учился, по-моему, в Патрису Лумомбо, другой учился в университете. Кто-то учился в военном училище. Забыла, это уже давно было. Ну, в каком-то провинциальном городе какое-то такое училище. И он, кстати, стал там у себя диктатором, сделал переворот. И, в общем, да, ну, он очень-очень трогательный тоже. Они делали, говорили, ну, давали интервью у нас не на русском языке, но в быту они на русском с удовольствием говорили. Это действительно был такой проект, который, ну, такое чувство гордости за свою страну вселял. А еще один из героев этого цикла дал вам идею вашего фильма «Греческие каникулы». Да, 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 да. Ну, он нас повез на остров Кефалония, и мы как раз, это да, Димитрис Еламас, он преподает, он такой в посольстве работает, и он такое связующее звено культурный, такой Аташи, он прекрасный русский, и в МГУ преподает, на тот момент преподавал. Да, и была такая коллаборация, как говорят сейчас, что мы, да, мы полюбили Грецию, и снимали там, целое кино придумали для этого. А в продолжении темы о русском духе, уникальном русском духе, вы все-таки лично считаете умом Россию не понять? Ну, кто как, наверное, кто как. Я не такая, там, вот прям вот, что лучше нету того цвета, но, наверное, не понять, потому что много абсурда, много как бы немотивированных, много каких-то таких душевных, нерационального много, вот что. Да, действительно, много нерационального, поэтому, наверное, умом не понять. Когда все умом поймем, тогда ничего не будет, мне кажется. А вот вопрос. Спасибо Вере Сторожевой за сериал «Живой Пушкин». Это был такой проект с Леонидом Парфеновым, и Тэфи вы за него, что Тэфи этот проект получил. На редкость удачное название «Живой Пушкин». Несмотря на старания о потомках, он не бронзовеет. В чем, что вам в его личности особенно дорого? Ну, вот эта вот легкость и, знаете, такой контакт с Пушкиным как бы напрямую, он настолько легкий, ироничный и прекрасный, и столько, и мы даже внесли туда, мы сделали такую документацию, как бы, если бы во времена Пушкина было кино, и мы делали, были такие записки о Пушкине там, тоже я уже давно снимала, это так, немножко по памяти, что Александра Сергеевича Пушкина видели, там, вдоль торговых рядов шел, и у него такой длинный-длинный был ноготь на мизинце, и он ногтем чистил апельсины. Вчера встретили Александра Сергеевича Пушкина, который ходил, и чистил. Вот такие вот заметки. Читал их Дуров, прекрасный Лев Дуров, и мы французской камерой, однокадрово снимали вот эту, потом ее подпортили, эту пленку, на пленку снимали, спасибо тогда каналу НТВ, который вот дал такие возможности нам материальные. И мы снимали вот как бы вот кино о Пушкине. И помню, Леонид Парфенов сказал, что ему позвонил очень знаменитый киновед и говорит, Леня, напомните, какое вы кино использовали, ну, то есть немое кино, какое вы немое кино использовали для своего фильма. И Леонид Парфенов сказал, мы его сняли сами. Он, говорит, помолчал и положил трубку. Поэтому там были какие-то такие эксперименты прекрасные. И вообще Леонид Парфенов замечательный он. Ну, во-первых, он исследователь. И я просто там была как все-таки как режиссер, которая привнесла какие-то другие вещи. Но и уже пришла, когда Леонид уже съездил в Африку и на родину Пушкина. И там их чуть не расстреляли. Их там положили под автоматы и так далее. Там много чего было. А я уже привнесла некую такую историю художественную, монтировала это и так далее. У нас еще один вопрос на WhatsApp пришел. В вашем кино много милых провинциальных историй и характеров, снятых с огромной любовью. Откуда у вас такое знание российской глубинки? Ну, во-первых, я же не столичный житель. Я родилась на Урале. И первые шесть лет жила на Урале в городе Троицке, в Челябинской области. Потом родители переехали, детей перевезли в город Ставрополь. И с 16 лет я живу в Москве. В 16 лет я закончила школу, уехала в Москву. И может быть такая... Ну, во-первых, есть несколько причин. Во-первых, провинция, в ней легче снимать, и она самобытна. И для кино она выигрышна более. Я не очень люблю снимать в Москве. В Москве снимать все тяжелее. Даже Москву мы сейчас вот в шифре, мы стремимся уезжать, например, в Питер. И Москву сейчас снимать легче в Питере. В Москве, ну, совсем тяжело. Поэтому провинция, там люди, просто бери и снимай даже людей с улицы и так далее. Ну, в общем, само по себе в провинции легче снимать, интереснее, и истории там более выпуклые такие. А вот газета «Сегодня» спрашивает. Несколько лет назад, вот когда вы приезжали в Ригу, и вы сказали, что вы отбирали натуру и даже проводили кастинг актеров для проекта, который задумывали сделать в Риге. Особенно вам приглянулся наш московский форштадт. Что это был за проект? Ну, он, к сожалению, не случился. Это был проект про дом моделей, про 70-е годы. И он по каким-то там причинам не случился. Но мы сделали всю подготовку, кастинг действительно. Мы отобрали объекты. Но сейчас довольно дорого. Тогда было возможно снимать в Прибалтике. Сейчас довольно дорого это для продюсеров, для кинопроизводцев. Хотя в Прибалтике снимать, ну, прекрасно. А с кинематографической точки зрения Рига вам понравилась тогда, да? Очень, очень понравилась. Очень. Там, ну, просто, ну, все, все. Все понравилось, и все. И есть места, где просто мы, там, дом моделей, например, бывший там, да, аэропорт, аэропорт, бывший аэропорт. И там такая красота. Он немножко был подразрушен, не отапливался, холодный. Вот на тот момент. Но мы собирались там снимать дом моделей. Само, само по себе главный объект. Это аэропорт Спилова, наверное, да. Да. То есть старую Москву вы обнаружили в Риге? Да, там же, как район называется? Московский, Московский район. Ну, как-то он по-другому немножко. Москова. Москачка. Да. Москачка, да. Да, да. Вера Михайловна, а кому принадлежала идея снять в фильме «Небо, самолет, девушка» в главной роли, в роли пилота Михаила Ефремова? То есть в той же самой роли, которую играл его отец в фильме 68-го года? Ну, это так, довольно на поверхности. Я не помню, от кого эта идея прям пришла, но эта идея была осуществлена с большим удовольствием. Потом Миша, которого я очень нежно люблю, он у меня еще снимался в пяти фильмах. Мы много с ним работали. И я желаю Мише скорейшего освобождения и ждем его. У вас своя команда актеров. У вас Михаил Ефремов, у вас Сергей Пускепалис, Светлана Ходченкова, Артур Смоленинов. Вот сейчас мы видим их в новом фильме. Да, да, да. Есть такое. А как вы формируете свою команду актерскую? Только по потребности. Ведь Артур у меня снимался «Мой парень-ангел» довольно давно. Потом у меня было много проектов, он не снимался. А сейчас вот здесь он сыграл отца Владимира, священника, вот в фильме «Мария». Ну, только потому что вот он нужен был именно для этой роли, а не потому что вот все время снимать там Ефремова или Пускепалиса, вот какие-то. Но есть актеры любимые, которых ты ищешь место специально и выписываешь для них что-то. Ну, чтобы они появились. Это есть. Как такие талисманы. А вот газета «Сегодня» журналист Наталья Лебедева. Творец считается, что вот всегда провидец. Ваш фильм «Спасти Москву» о вере, надежде, промысле Божьем. Вот по вашим ощущениям, что ожидает Россию в ближайшем будущем? Ой, нет, я нет. Я, видите, про прошлое, и то столько получили уже. Про будущее нет. Нет, будущее, знаете как, не гадай. Знаете, нельзя гадать, нельзя. Я думаю, что нужно каждый день перенимать за благодарностью, а что будет, ну, вот наше это все. Все тайно, не случайно, понимаете. Не случайно мы этого не знаем. Это же так все устроено. Следующий вопрос. Как повлияла пандемия на кинопроизводство? Будет ли продолжение сериала «Шифр»? Пандемия очень плохо, конечно, повлияла. У нас сдвинулись сроки. В первый год назад, в сентябре, это больше года назад, почти полтора года назад, мы все заболели очень тяжело. Вся группа, мы снимали, мы остановились. Я лежала в реанимации даже. Сережа, пускай палец тяжело болел. Ну, в общем, мы все тяжело болели. Потом постепенно актеры вернулись, а за меня уже доснимала Ольга Гнедич. Она автор сценария. И она снимала уже просто... Три серии она сняла, потому что я уже не в силах была. Я тяжело очень перенесла этот ужас весь. Так что будьте здоровы. И сериал «Шифр». Сериал «Шифр», да. Мы сейчас, вот только я сейчас как раз на небольшом таком, на паузе, на отдыхе, на двухнедельном. Мы отсняли третий сезон. И поскольку он суперпопулярный, и все его ждут, то канал заказал, хотя в мои планы творческие это никак не входило, просто сесть на одну тему, но вот мы уже пишем четвертый сезон, который мы договорились, чтобы он просто не перешел в чужие руки, в равнодушные. Мы попросили, давайте мы сделаем и четвертый сезон, но он чтобы был завершающим, чтобы эта франшиза была завершена. Ну, мы дали слово, что все будут герои живы, на всякий случай. Хорошо. Еще один вопрос от журналиста Натальи Лебедевой о русских женщинах. В каждом вашем фильме главная героиня, как правило, женщина, через образ, который вы показываете, жизнь, страну, время, нравы, мораль. Какие они для вас, женщины России? Как у них преломляется то, что вы хотите сказать? Ой, ну так глобально. На самом деле ведь каждый характер, каждый характер, если ты его тщательно разрабатываешь, образ, если ты делаешь движение этого образа, изменение, то хочешь не хочешь, ты все равно попадаешь в какую-то концепцию, как-то обобщаешь. Чем тщательнее ты разрабатываешь детали, здесь такой парадокс, чем тщательнее ты делаешь мелкие детали, тем больше в этом отражаются какие-то вещи глобальные, большие, системные. И, наверное, это так только. Обычно я делаю очень мелкую технику в работе с актерами. Я, например, репетирую всегда с эпизодниками. Даже если у человека появляется просто в кадре, я обязательно, никто, кроме меня, не утверждает его. И если у нас там 100 новых персонажей в шифре, в следующем шифре, все 100 новых персонажей, я лично утверждаю как режиссер-постановщик. Поэтому у нас нет ничего случайного. Вот эта тщательная работа, она дает такие обобщения. Все ваши фильмы об отношениях. Как вы относитесь к изменениям, которые в человеческие отношения сегодня привносят мир гаджетов и социальных сетей, цифровизация? Знаете, я вовремя перескочила в ретро, наверное, потому что последние пять лет я занимаюсь не своей эпохой, и мне это нравится очень. И, наверное, но в смысле работы, производства – это легче. Мы можем, например, по скайпу сделать конференцию или по зуму и какие-то вещи, когда мы болеем, мы можем не прерываться. Но в кадр, слава Богу, это пока не вошло в меня. Потому что вот последние пять лет – это как раз у меня здесь четыре внука и все со своим гаджетом. Поэтому... Вера Михайловна, вы сняли несколько новогодних фильмов. Это «Француз в зоне доступа любви», «Рождественский фильм», «Притча», «Мой парень ангел». Еще «Люби меня» есть такой. «Люби меня». А что вы вкладываете в понятие «Новогоднее чудо»? И какие составляющие необходимы для рождественского фильма? Это накануне Рождества такой вопрос. Это да, накануне Рождества. Понимаете, это, знаете, пусть все будет, как ты захочешь. Нет никаких неожиданностей. Это история или Золушки, как в фильме «Француз». Или история такого самоотверженного, самоотверженной любви, такой нечеловеческой, как в фильме «Мой парень ангел». Дело в том, что Рождество – это всегда чудо, и все, что заканчивается, ну, хорошо. И вот я сделала четыре фильма, и я как бы закрыла эту тему для себя. И каждый год, вот вчера, позавчера, каждый день показывают это кино. И это переносит всегда радость. Это самое востребованное кино для зрителей. Это всегда рейтинг, всегда положительные эмоции. И я могу уже сказать, что я этого больше не делаю, буду больше делать там какие-то трудные вещи для, наверное, зрителей, для себя. Поэтому новогоднее кино – это чудо, радость, и ничего плохого не случится. Вера Михайловна, мы вас попросим накануне Рождества пожелать вот в русле вашего режиссерского видения новогоднего кино что-нибудь нашим радиослушателям латвийским. Ну что ж, я желаю всем радости, добра. Рождество – это самый прекрасный праздник. И когда-то я была на Рождество в Лос-Анджелесе, и там на огромном соборе в районе Голливуд было написано на английском «Рождество – не твой день рождения». И я советую нам всем вспомнить об этом, что Рождество – это Рождество Господа нашего Иисуса Христа. И, соответственно, выстраивать таким образом праздник. А мы со своей стороны желаем, чтобы закончится пандемия, и, возможно, проект совместного латвийско-российского фильма со съемками в нашем московском районе, в московском Форштадте, возможно, еще каким-то образом состоялся бы. Спасибо вам большое. Спасибо вам за внимание, за приглашение. И мы вас любим. Напоминаем, что это был проект «Культурная линия». На прямой связи с нашей радиостудией была российская режиссер Вера Сторожева, провела эфир Ольга Авдевич, Наталья Захарьят. И при участии наших коллег, журналистов медиаклуба «Формат А3» и с наступающим всех Рождеством. Всего доброго. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. Продолжение следует...